Наталья Гудинина слушает рекомендации по обучению с КАИБами. На избирательных участках работает уже 20 лет, а с комплексами два года. Рассказывает, ничего сложного нет, главное запомнить алгоритм действий. Провести тестирование и тренировку, подготовить необходимое количество бюллетеней для того, чтобы провести эту тренировку, соблюдать все правила, то, что нам объяснили, рассказали, и все будет хорошо. Специалистов будут обучать в Симферополе до 20 июня. Это комплекс обработки избирательных бюллетеней для подсчета голосов. Он сканирует бюллетени и распознает, действительно они или недействительны, а после определяет, за кого проголосовал избиратель. Главное преимущество электронных ящиков в том, что они автоматически подсчитывают голоса. Установят их в день голосования 1 июля. Всего в Крыму у нас будет 247 избирательных участков, оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней. Город Симферополь, избиратели города Симферополя придут и на всех избирательных участках увидят такие машины. А, например, в городах Саки, Евпатория, Феодосия, Керчь, Алушта, Ялта, там самые крупные избирательные участки будут оснащены такими комплексами. Для самого избирателя не имеет значения, а пустит он свой бюллетень в обыкновенный ящик или электронный. Главное прийти на голосование и выполнить свой гражданский долг. Операторы, которые уже сегодня начали обучение по всему Крыму, они как раз и будут не только обслуживать этот комплекс, но и помогать избирателю разобраться, если у кого-то будут сложности в процессе голосования. Проголосовать можно и по технологии «Мобильный избиратель». Чтобы выбрать удобный для себя участок, необходимо прийти с паспортом и подать заявление в отделение МФЦ, либо в любую территориальную избирательную комиссию. Также можно отправить заявку на участие в голосовании в режиме онлайн через сайт госуслуги. А 16 июня это можно будет сделать и в участковой комиссии. Однако подать такое заявление нужно до 21 июня, до 14.00, так как в этот день их прием завершается. Для нас это уже привычная практика, очень удобно и для людей, и избирательной комиссии. Понятно, что они получили дополнительную нагрузку, но люди ее выполняют четко, вовремя, в срок. Напомним, 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам Конституции. Во избежание столпотворения распространения коронавирусной инфекции отдать свой голос можно и заранее с 25 по 30 июня.